За 8 месяцев 2024 в Беларуси приобрели больше новых автомобилей, чем за весь 2023-й. Почти 30 тысяч единиц. Доля электрокаров за этот период более 5%. Скачок в продаж связывают с двумя причинами. Первое – расширение предложения у дилеров, второе – увеличение спроса со стороны покупателей. Также влияет доступность автокредитования и лизинга, рост доходов. В Бобруйске вынесли приговор водителю, который сбил известного в городе врача. Обвиняемому вменили лишение свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишён права управления всеми видами транспортных средств на 8 лет. В пользу потерпевших супруги и двоих сыновей умершего взыскана моральная компенсация. В преддверии Дня народного единства в Бобруйске прошёл мультиформатный патриотический проект «Обелиски великого подвига». Он направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи. Председатель Бобруйского горисполкома отметил значимость участия города в такой инициативе. Ведь жители Синёка и Едины, каждый может рассказать о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной войны. 7 сентября с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня – обсуждение экономики, инвестиционной деятельности, предпринимательства. Также разговор коснётся контроля за исполнением документов, работы с обращениями граждан и юридических лиц. В школах Беларуси появился факультатив для юных корреспондентов. Пока речь идёт о занятиях. Однако в проработке с Министерством образования находится вопрос создания профильного медийного класса. Благодаря более углублённому изучению журналистских дисциплин ребята смогут развить навыки и создать портфолио.